Ватикан Ватиканские сады В хорошую погоду сама природа решает, что посмотреть в Ватикане В этот знаменитый своей красотой ландшафтный ботанический парк приведут гиды, без них сюда просто не попасть В 18 веке здесь выращивались фрукты, овощи, медицинские растения, а сегодня сад на 20 гектаров имеет исключительно декоративное предназначение Станция Рафаэля Рассматривая достопримечательности Ватикана, обязательно нужно запланировать посещение этого места Станция Рафаэля представляет из себя четыре дворцовые комнаты, сплошь расписанные фресками Рафаэля периода 1508 по 1517 годы В зале Константина некоторые изображения выполнены после смерти мастера и его учениками Из-за большого количества туристов проникнуться атмосферой может и не получится, но все равно стоит посетить и насладиться шедеврами Пинакотека Ватиканская пинакотека была основана в 18 веке Папой Пием VI, а свое отдельное здание получила в 1932 году Эта картинная галерея, открытая к посещению всеми желающими, состоит из 18 залах, в которых более 400 картин экспонируются в хронологическом порядке с XII по XIX века Здесь можно увидеть работы Караваджо, Рафаэля, Тициана и других известных мастеров Двор Пинии Двор Сосновой Шишки, как еще называют Двор Пинии, также постоянно полон туристов Это место получило свое название в честь расположенной перед Бельведерским дворцом шишки из бронзы В 1990 году Двор Пинии был дополнительно украшен огромным крутящимся золотым шаром около 4 метров в диаметре Музей Пио Клементино Этот музей античного искусства занимает заслуженное место в списке достопримечательностей Ватикана В его залах представлены скульптуры, мозаики и саркофаги Целью создания музея Пио VI и Клемента XIV было хранение римских и греческих шедевров на территории Ватикана По мере пополнения коллекции к музею пристраивались помещения, а для самых значимых скульптур были сделаны ниши Апартаменты Борджия Подробное описание этой достопримечательности Ватикана составить сложно, лучше один раз увидеть Стены апартаментов, устроенных в частном крыле Ватиканского дворца, расписаны уникальными фресками Кроме шести залов с невероятно красивыми потолками, апартаменты дополняют сокровищница и папская спальня Ватиканская апостольская библиотека Основанная в XV веке апостольская библиотека Ватикана хранит более полутора миллионов книг, гравюр и манускриптов На ее территории есть школа для обучения библиотечному делу, а в местной лаборатории реставрируют коллекционные экземпляры Фонды библиотеки пополняются и сегодня Секстинская капелла С какой бы целью ни была организована поездка, это место обязательны к посещению Ведь капелла всемирно известна своими фресками А в середине XVI века была дополнена работой Микеланджело «Страшный суд» Когда-то это была просто церковь, а теперь выдающийся памятник, в котором проходят конклавы, где кардиналы избирают Папу Римского Собор Святого Петра Сортируя по значимости главные достопримечательности Ватикана, одно из первых мест стоит отвезти Собору Святого Петра Возвышаясь на 136 метров, он удивляет своими размерами, оформлением и является самым большим католическим храмом в мире Над великолепной архитектурой Собора работали Микеланджело, Бернини, Перуци и множество других великих мастеров С вершины купола открывается удивительный вид на статую святых и архитектуру Ватикана Площадь Святого Петра Даже не строя планы заранее, приехав в Ватикан, вы все равно попадете сюда, ведь эта площадь с обелиском является центральным и самым посещаемым местом в Ватикане Именно на площади Святого Петра собираются верующие для того, чтобы получить благословение Папы, помолиться с католиками всего мира или поучаствовать в праздничной мессе Для полноценного посещения Ватикана одного дня мало и будьте готовы к гигантским очередям А настоящим путешественникам рекомендую посмотреть наш выпуск о достопримечательностях США Спасибо за просмотр, подпишитесь если этого еще не сделали, ставьте лайки, пишите комментарии и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok